Представьте всеведущих, всепроникающих, абсолютно полных, бессмертных, всемогущих, вечных, божественных существ, которые существуют от сотворения мира. Как говорят, летай в самадхи, словно ветер. Действуй спонтанно, как хочешь, все будет верным для тебя. И так кажется, много татв, такое многообразие, на самом деле все это один Шива. В какую бы мы классификацию Шиву не включали, он из нее выскальзывает, не умещается в нее и является отдельным, запредельным. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Ом. 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 Иногда возникает предположение о том, что поскольку кашмирский шиваизм признаёт существование 36 таттв, реальности или категории, он должен быть плюралистичной системой. Плюралистичный — это допускающий многообразие, плюрализм. Признание такого большого количества таттв кажется идущим вразрез с монизмом кашмирского шиваизма. Да, а кашмирский шиваизм и шиваизм в целом — это монистическая система. От слова «монос» — один. То есть один шива без другого, как Брахман-Виданте. Поэтому в шиваизме с адвайтей нет никаких противоречий в этом смысле. Обе монистические системы. Разница только, что Брахман-Виданте — это светоносная ясность и джняна. А шиваизм — это плюс ещё воля и спонтанное действие игра. То есть абсолют как знание и абсолют как воля. А когда воля, это значит с самых верхних таттв энергия воли проникает до самых нижних. То есть Бог присутствует в материи, в проявленном. И он имеет свою волю. Он может играть. И при этом воля не связана, причина с лицинными связями. Парадоксально. Если Брахман-Виданте, он такой немного ленивый, ничего не делает. Он просто существует, ничего не творит. Если кто-то что-то видит, это как бы его трудности. Это его как бы изъян зрения. Перепутал верёвку со змеёй. Устрани бельмо на глазах и увидишь Брахмана только. Никакой двойственности. Весь материальный мир — это иллюзия, аберрация, изъян зрения, когнитивное искажение, ошибка видения, пхрантия, ложное кармическое видение. Манизм шиваизма говорит, это всё законные божественные энергии. Они, конечно, сами по себе пустотны, но они проявляются, и они являются шивой. Они реальны. Не в материальном смысле реальны. В материальном смысле тоже иллюзорны, но в духовном смысле они реальны, потому что это реальная духовная энергия шивы, за ней стоит воля, игра, его крия. То есть это абсолют валящее, волевое, проявляющее волю, не только чей-чак, чей энергию осознания, проявляющее волю, многообразие сил, энергий и крию, творение, поддержание, отрушение, которое дробится и ветвится. И это можно сравнить в нашей жизни с чем? Когда мы медитируем в покое, не делаем ничего, не проявляем, но находимся в божественном состоянии и переживаем недвойственность, монизм, абсолютизм, адвайтовиданте. А потом, когда мы встали, начали проявлять волю, думать, включилось разделение вот я-это, это-я, и начали что-то делать, внутри нас процессы творения, поддержания, разрушения какие-то идут. Но мы пребываем в абсолютном состоянии. Это уже абсолют шиваизм. Поэтому, когда мы в покое, мы как Брахман-Виданте. А когда мы в воле, в действии, мы как Шива. Есть игра, есть динамика, есть определенная жизнь, есть ананда, блаженство, есть даже шакти, энергия. Есть те, кому неинтересно играть, они говорят, мне бы оставили все в покое, вот я по себе медитировал, ничего не делал, ничего не думал, и всю жизнь вот так. То есть они идут в специализации абсолютно как Брахмана-Виданте. А хамбрахмасми, так всю жизнь, в этот покой, в тишину, безмолвие, только знание, только ясность, свет, растворение в этом состоянии. Нервикальпа, Сафикальпа, Сахаджа. А другие говорят, ну, мне как-то в этом покое, как-то тоскливо, как-то вот у меня все так. Энергия обрулит, требует какой-то воли, действия, проявления, игры какой-то хочется, ананды. Не могу долго в этом покое. Это разные типы душ еще такие. И они идут по пути к шиваизмам. А третьи говорят, я иногда в покое, а иногда в волю, люблю пройти энергию, игру. Это значит, они и там, и там идут, мишра, смешанным путем. То есть шудха-адвайта, шудха-шаева и мишра. Смешанный. И наша традиция, она принадлежит традиции мишра. То есть мишра означает, вы можете вместо одного или двух вариантов выбирать три всех. Очевидно, что это предположение наивно, ибо так называемые таттвы это не независимые реальности. Все они проявления одной и той же реальности, шивы сознания, являющиеся единством шивы шакти. И так кажется, много таттв, такое многообразие, на самом деле все это один шива. Это как много золотых украшений, серьги, кольца, браслеты, кулоны, цепочки, сережки. А для ювелира, который это хочет переплавить, все это одно золото. Единственная реальность шива-шакти или динамическое сознание простирается или проявляется в форме мира. Этот процесс, как одно, становится многим, описывается тридцатью шестью последовательными шагами или стадиями в порядке иерархии. Таким образом, существует только одна реальность, а не тридцать шесть. Тридцать шесть категорий это только удобный способ описания процесса проявления, сотворения. Процесс сотворения вызывает последовательность, крама, о чём говорят тридцать шесть категорий. А шива-сознание, матрица мира, последовательности, само по себе является акрама, без последовательности. С точки зрения шива-сознания, сотворение без последовательности и на самом деле без различий, именно потому, что сотворение это не психическая или материальная деятельность, а творение в сознании. Итак, сам шива-это акрама, в нём нет последовательностей, в нём тридцать шестая это атва, первая и пятнадцатая это одно, они одновременно и проявлены, и не проявлены. А вселенная-это акрама, где последовательность разворачивается в определённом порядке. И как она разворачивается? Есть шесть принципов разворачивания творения. От единства к различиям, от субъекта к объекту, то есть от ахам к идам, от сознания к материи, от внутреннего к внешнему, от тонкого к грубому, от высшего к низшему и от чистого к нечистому, условно нечистому. Таковы принципы развертывания в творении. Когда мы представляем или создаём в нашем уме последовательные или сменяющиеся шаги творения чего-либо, само наше сознание остаётся неподвижным последовательности и в действительности не меняется. Таким образом, акрама, шива, хотя и даёт рождение акрама творению, всегда остаётся акрама. Следовательно, можно сказать, что шива является одновременно акрама творения и акрама превыше творения. Шива с татравали Утпаладева, великий учитель Абхиновагубты, выразил это положение с восхитительным поэтическим совершенством. В одной из троф он говорит, «Я склоняюсь перед тем Шамбху, Шивой, которая, являясь этим самым миром, в то же время превосходит его». В этом контексте следует отметить, что та картина реальности, которая представлена в традиции в 36 категориях, это та реальность, которую понимает наш разум или интеллект. Это не сама реальность. 36 категорий это объекты мысли или знаемые видья, а то, что становится объектом мысли, Шивой, уже не являются, поскольку Шива, Я, это всегда знающий, а не знаемые. Мы не можем знать Шиву, потому что единственный истинный познающий субъект это сам Шива. Шива это тот, кто знает, а все остальные это познаваемые, познающие. Но мы можем приблизиться к Шиве, слиться с ним в отождествлении. То есть Шива знающий ветта, а все остальное ведья, знаемые. И Шиву невозможно познать, потому что чтобы познать Шиву надо стать еще более тонким субъектом, чем он сам. Но это по определению невозможно. Поэтому другие живые существа, когда пытаются познать Шиву, они видят, что Шива единственный и знающий. И чтобы познать Шиву, надо самому стать Шивой, надо с ним слиться. И тогда Шива он знает сам себя, и тогда можно постичь Шиву. Но уже не как объект, не как субъект постигает объекта, а просто понять, как это Шива постигает сам себя. Но постичь Шиву как некий внешний объект невозможно, оставаясь при этом субъектом. Потому что единственный предельный высший познающий субъект это сам Шива. Таким образом, Шива, реальность, представленной в форме 36 категорий, это реальность в нашем понимании, а не сама реальность, которая не умещается в хватку нашего рассудка. Вот почему Абхенавагуб говорит, что реальный Шива, парама Шива, как его называют, это 37 категория. А если мы все же включим парама Шиву в общее число категорий и получим 37 категорий, тогда парама Шива станет 38 и так далее. В какую бы мы классификацию Шиву не включали, он из нее выскальзывает, не умещается в нее и является отдельным, запредельным. Например, если мы установим, что Шива это 39 категория и выстроим, он скользнет, и скажет, нет, я 40 скажет, хорошо, 40 нет, я 41 бесполезно его включать, он трансцендирует любую систему классификации. Суть этой точки зрения в том, что парама Шива всегда будет ускользать от нашего понимания, ибо когда он постигается умом, то становится знаемым как объект, а парама Шива я это знающий ветта, а не незнаемое ведья. Эта идея ясно изложена также в Упанишадах. Поскольку речь зашла о количестве категории, следует отметить, что 36 это не окончательное число, количество категории может быть больше или меньше. Данное число возможно наиболее удобно для перечисления категорий. На самом глубоком уровне элементы вполне удобно и понятно классифицированы на пять категорий. Внешние грубые элементы связаны с органами чувств, которые их воспринимают. Таким образом, вполне естественно, что пять грубых элементов имеют пять соответствующих органов чувств, данных природой. Также вполне естественно существование посредников, соединяющих органы чувств и грубые элементы Махабхуты. Итак, пять грубых элементов это самые нижние категории земля, вода, огонь, ветер, пространство. Пять органов чувств, которые их воспринимают глаз, ухо, нос, язык, кожа. И танматры, которые связывают грубые элементы органы чувств. Все это, если снизу брать, это самое грубое татвы, и все это тоже есть шива, пронизывающая, то есть грубее земли мы ничего не знаем в нашем чувственном восприятии. Это тот же самый шива, только модифицированный до 36 татвы, до земли. Вода, огонь, земля, ветер, пространство, органы чувств, глаза, ухо, нос, язык, кожа, то же самое. И танматры, тонкие восприятия внутри этих элементов, это тот же самый шива. Пять органов действия, данных природой, также важны для индивидуального существования, как и пять органов чувств. Кроме этих двадцати категорий вполне резонно рассматривать три категории тонких органов знания, желания и чувствования — будхи, манас и ахамкару. Матрицей всех материальных элементов является прокрития. Это прокритие является двадцать четвёртым элементом. Необходимо рассмотреть также сознание, следовательно, Пуруша является двадцать пятой категории. Заметим, что фактически воспринимающий ум или сознание и недошевлённая материя образуют цельное мирское существование. Кашмирский шиваизм не останавливается на этих двадцати пяти категориях, как это делает Санхи. Истинная природа Пуруши отличается от его теперешнего обусловленного состояния, поэтому необходимо перечислить факторы, способствующие его сковыванию. Пуруша — это примерно то же самое, что и Сакава. То есть шива чем-то связанной. Это могут быть люди, могут быть ситхи, имеющие просветлённое сознание, но ограниченное. Даже могут быть бессмертные боги, но они тоже действуют в определённых ограничениях. И Пуруша — это сам высший шива, но он имеет определённые ограничения. Это бессмертная божественная душа — существо, связанное кончуками, различными энергиями. У людей много ограничений, у ситхов и богов меньше. И они едины с Шивой, но они тоже имеют ограничения, подчиняясь общему закону, когда действуют. У высших богов за пределами кончук таких ограничений нет. Те, кто обитают в сфере чистых таттв. У животных их гораздо больше, у низших духов их очень много, у существ ада их бесконечно много. И все живые существа занимают своё положение настолько, насколько их ограничивает энергия или насколько они свободны от влияния энергии. И Шивойзм говорит, что эти энергии исходят из нас внутри, из нашего внутреннего Шивы. Но по причине неопытности души эти энергии когда исходят проявляются они материализуются и так всё создаётся что они закобыляют одни души и наоборот для других душ они проявляются очень хорошо красиво и не закобыляют а наоборот помогают им. И размышляя над этим мы должны понять как проявлять свои энергии чтобы они нас не закобыляли а наоборот помогали нам чтобы они проявлялись как божества а не как демоны клеши эго это означает что мы должны проявлять их из очень мудрого состояния состояния высоких вибраций души из недвойственного состояния и очень аккуратно в сатвичном стиле почему говорят не допускайте нечистых мыслей потому что эти нечистые мысли нас же и закобыляют себе невыгодно ну другой может что-то не так сделал не так сказал но мы накажем сами себя за другого допустим человек подумал что-то неправильно нехорошо или сказал и из ауры в области сахасрары чакра возник такой луч или такая клякса наполненная низкой энергией она была порождена на уровне удана ваю она уже была порождена как говорят проклятие вышло нельзя отменить все энергия вышла стрелу выпустил из лука нельзя обратно поймать это такой закон природы и когда энергия вышла она начинает вот здесь как-то вибрировать как-то не рассеивается и она оседает здесь же сахасрары чакре и когда она оседает она перекрывает канал и мы чувствуем что-то интуиция уменьшилась что-то как-то память не такая острая медитировать не так хочется и какая-то благодать ушла и говорят сахасрару перекрыло и тогда если это садху начинает думать отчего же мне перекрыло сахасрару наверное раху вошел в гороскоп и нет это кто-то подумал там что-то нечистое вот может это кармический кредитор может это дух активировался какой-то который я не вижу а может кто-то мне подумал что-то неправильно он начинает вычислять кто кто где нечистое чаще всего это происходит не от внешних таких причин это от наших таких очень тонких неосознанных движений ума которые мы не проконтролировали они сами нас накрыли в народной магии это называется самосглаз и поэтому мы говорим усмиряйте ум практикуйте всегда чистое видение это выгодно чтобы самим себя не сглазить чтобы самому себе не перекрыть способности чтобы быть в благодати и в чистоте будьте бдительны даже если кто-то другой там что-то вам нехорошо сделал ситуация вышла из-под контроля это не повод себе портить энергию ваша энергия вам дорога должна быть как ни в чем не бывало держите чистое видение есть поговорка такая ему плюнешь в глаза он скажет божья роса это чистое видение прямо критерий такого вот вам плюнули намасте спасибо благодать получил даршан отсекающий эго это нелегко но если вы так сможете вы приблизитесь к святым потому что святые именно так смотрят мир и нам надо переломить наш менталитет если мы хотим стать святыми на все реагировать чисто к вам обращаются с любовью добротой доброжелательностью мы реагируем чисто облащаются так нейтрально официально этично снова чисто обращаются к нам вообще грубо не чисто недоброжелательно снова мы переживаем хорошее событие которое нравится видим чисто которое не нравится событие видим чисто нейтральные события тоже видим чисто. То есть нравится, не нравится. Приязнь отвращения стараемся все свести к одному и на все реагировать всегда чисто и благоприятно. Это нелегко менять в себе, потому что в нас прошиты уже установки, как реагировать. Но кто вам эти установки прошил? Шива. Лично? Но он посредством своей шакти, да, эти установки, прежде всего, это восемь паша. Шока, Кхрина, Ладжи и так далее. Общество, родительские импринты, жизненный опыт. И эти установки вам делали прошивку не в самом высшем из миров, а в человеческом грубом мире, принадлежащим к ашут-хатхвам. То есть нечистым таттвам. Это не в пятой татве вам эти установки внушали. Так ведь? Потому они вот такие, им не надо доверять. Их надо из себя исторгать и заменять их. Перепрошивка. То есть прошить себя сшивой. Сшиватвай. Сшивататвай. Вот, например, какое-нибудь просветленное существо, которое проявляет энергию гневного божества или играет там вражес, его уже не перекрывает. То есть, видимо, зависит еще от ясности и вот заслуг, и вообще, откуда импульс идет. То есть, неоднозначно, что томастичная, различная энергия обязательно перекроет. А насколько тебя хватит в нее не погрузиться? Ну, вот вы сами сказали. Гневное божество, но оно божество. То есть, если это божество, то никакого перекрытия не происходит, сколько бы оно гнев не проявляло. Но это должно быть божество. А свойства божества это недвойственность, укорененность Брахма, Ахамбхави, отсутствие эгоизма человеческих рага-двеша и так далее. А сюда возникает еще шесть категорий. Майя и ее пять кончуг. Также вполне очевидно, что поскольку кашмийский шивоизм это абсолютистская система, он не останавливается на тридцати одной категории, составляющих одну лишь область двойственности. Таким образом, рассматриваются еще пять категорий. Это те категории единства, из которых проявляются категории различия. И так существуют нечистые таттвы вплоть до Праквитии, Пуруши. Существуют смешанные таттвы, это кончуки, и существуют чистые таттвы. Это пять чистых таттв. И для нечистых таттв свойственно разделение, двойственность, пхеда. для смешанных, чисто нечистых таттв, характерно пхеда, апхеда, то есть различие, двойственность и недвойственность одновременно. И для чистых таттв чистая апхеда, неразделение, недвойственность. Категории единства, которые называются чистыми категориями, шутхатхва, должно быть пять. Первые две категории Шива и Шакти абсолютные. В отличие от Адвайта Виданты, которая признает абсолют Брахман только как свет или знание Жняна. Кашмирский шайвизм включает в абсолют Шакти или динамизм Крия. Тогда на абсолютном уровне существует не только Шива, но и Шива Шакти. Когда эта изначальная реальность Шива Шакти создает мир, она естественным образом проходит через три стадии Сада Шива, Ишвара и Садвидия, которым соответствуют энергии Ичха, Жняна и Крия. Сада Шива это Ичха Шакти, Ишвара это Жняна Шакти и Садвидия Крия Шакти. Сначала идет импульс воли, допустим, вот вы медитируете, вы пребываете в пустоте, это вы переживаете Чит Шакти. Затем вы немного понизили сознание, вошли в тело, в энергию, и такая благодать, такое блаженство. Это значит вторая Татва, Ананда Шакти переживается. Затем вы породили какую-то волю, возникла Санкальпа, неоформленная еще, что-то хочется сделать, подумать, проявить, отрефлексировать, это значит Сада Шива Татва активировалась из пустоты, но все это в пустоте, мы не говорим о относительных вещах, это в высших планах происходит, нераздельно с пустотой, с переживанием опыта недвойственности Самадхи, это все еще в Самадхи, но там появилась какая-то воля, желание что-то проявить, это значит Сада Шива Татва, Ичха Шакти активировалась, и уже начинается переживание, я есть все это, Затем появляется Джиньяна Шакти, конкретизация воли, мысленный план, переживание, вот это вот мой план, то, что я хочу, вот это и есть Я Сам, это Ишва Рататва, А затем появляется импульс действия, я должен что-то визуализировать, эманировать, например, манифестировать иллюзорное тело, это действие Крия Шакти, когда действие уже раскрывает проявленное, это называется Аханча и Данча, Я есть это, вернее, Я есть, это есть, но мы на единой платформе недвойственного осознавания, Тряда Ичха Жняна Крия содержится в каждом акте творения. Пять чистых категорий Шудхатва и 31 нечистая категория Ашудхатва вместе составляют полную картину реальности. Можно видеть, что каждый шаг в процессе сотворения от абсолютного сознания до грубых элементов более или менее необходим. Отсюда проистекает необходимость рассмотрения всех 36 категорий сотворения. Очевидно, что процесс сотворения идёт от единства к различию. Также вполне естественно, что когда единство становится различием или проявляет различие, оно, единство, должно пройти через стадию единства в различие. И садху всегда должен понимать эти парные категории, они не философские, они жизненные, они в энергии, единство и различие. Принцип единства выражает во зрение духа двайты, дух недвойственности. Мы его всегда должны искать, иметь в душе, опираться, полагаться на него, прозревать, получать через него откровения, углублять. А принцип различия отражает принцип поведения, многообразие. Это то, что мы воспринимаем в относительном, в относительном одно различие, сплошные различия. Кто-то выше, кто-то ниже, кто-то умнее, кто-то меньше умнее, еда вкуснее, еда невкуснее, комната больше, комната меньше, погода теплее, жарче, холоднее, мы чувствуем себя лучше, хуже, настроение лучше, хуже, экстатичнее, и наоборот. Сева такая, Сева другая. Непрерывное различие. Мы живем в мире различия. И вот соединить воззрение с поведением означает привнести дух единства в различие и увидеть различие, как исходящее из духа единства, увидеть различие, как игру, а не саму по себе жестко установленную карму. шива-шакти предельный мыслимый уровень сознания. Это состояние чистого единства апхеда. Это состояние чистого субъекта или чистого я-есмь а-хам. и так в сфере первой и второй таттвы обитают шамхавы, шивы и шакты. Две категории существ, которые имеют только субъективность, у которых нет различий, которые вообще не различают, пребывая в очень возвышенном состоянии. Это бесконечный разум духи божества пустоты, которые содержат в себе весь потенциал вселенной. Они никогда не касаются различия. В них есть только осознание я, например, туда могут попасть достигшие самых высот атма вечары. И этих существ называют акалы, то есть не имеющие в себе деления, не имеющие частей. Представьте всеведущих, всепроникающих, абсолютно полных, бессмертных, всемогущих, вечных, божественных существ, которые существуют от сотворения мира, которые никогда не опускались на наш земной план, существуя за пределами космоса, вселенной, за пределами времени, в невообразимых метафизических, духовных, божественных далях. И они всегда существуют. Но у них есть собственное индивидуальное самоосознание. Оно не такое, как человеческое. Вопрос? Кручжи, а вот как понять существа, которые не видят различия, но когда мы говорим существа, мы предполагаем, что они имеют определенные различия, правильно? Они-то так не видят. Ну, понятно. Но если мы говорим они, тогда это он так не видит? Один? Или все-таки они имеют определенные какие-то свои состояния? Да, у них есть свои состояния, и они находятся под покровителем одного божественного существа, но их восприятие таково, что они не воспринимают друг друга различными. Они воспринимают друг друга в целостности, как одно существо, но какие-то намеки существуют, да, но это не то различие, которое мы, как люди, имеем, совершенно по-другому. Это единство, где есть полное присутствие, полная личностность, но при этом каждый себя немножко чувствует себя чуть-чуть отдельно. Трудно выразить это словами. Ну, пример человеческий. В ретрите два монаха сидят в самадхе. Один в пустоте и другой в пустоте. Ум не движется, некому думать, не о чем говорить, можно только осознавать, но на задворках памяти есть мысль. Вот рядом со мной монах. Это не определяющая мысль, это зародыш этой мысли, который подавлен в самадхе. Но он где-то там напоминает что-то. Вот так. Дальше. Объекта или этого ида здесь просто нет, поскольку творение еще не началось. Упомянутые три чистые категории Садашива, Ишвара и Садвидия это стадии единства в различии. Когда Шива Шакти свободно желает сотворения мира, то становится последовательно Садашивой, Ишварой и Садвидией, которым соответствуют энергии Ичха, Жняна и Крия. Чтобы окончательно проявить стадию различия, состояние единства в различии должно проходить через эти последовательные стадии, в которых различия становятся все более и более проявленным, хотя в течение всего процесса сохраняется единство. На стадии Садашива, Ичха, различия Идам только дало ростки. Различия существуют в форме желания сотворить это. Это технически называется стадией Ахам-Идам или Я есть это, где это пребывает в зачаточной стадии. На стадии Ишвары Джняна различия Идам становится более проявленным, поскольку оно проявляется в форме полной ментальной картины или мысли образа объекта, который будет создан мира. Это называется стадием Идам Ахам или это есть Я, где это полностью выявлено, но находится еще на стадии представления воображения. Например, вы визуализируете образ Дататрии и потом думаете это есть Я, это Дататрия мой образ, я как бы себя с ним отождествляю. Идам Ахам дальше. На стадии Садвидья Крия различия становится наиболее проявленным, поскольку оно уже существует как внешнее Абхаса кажущееся проявление или Пратибимба отражение. Это называется стадия Аханча и Данча или Я есть и это есть, где это проецируется вовне как Абхаса, но все еще удерживается единством Ахам. Вышеупомянутые стадии это три неотъемлемые последовательные стадии единства в различии, поскольку они содержатся в каждом акте сотворения в форме Ичха, Жняна, Крия. Понять эти три стадии единства в различии значит понять тантризм. Упомянутые 31 категория, являющиеся формой Ашудхатвы или нечистыми категориями относятся к сфере различия, поскольку здесь утрачено единство. Таким образом... Итак, секрет чистого видения учитесь пребывать во зрении единства. Единство и чистота чистой видения связаны, потому что единство присуще чистым таттвам. То есть, когда мы зарождаем мощное чистое видение, мы переносим свое сознание к чистым таттвам. И наоборот, когда мы зарождаем ощущение единства, мы входим в состоянии чистых таттв. И вы можете начать с того, что зарождаете единство, ваш ум естественно войдет в чистоту, в чистые таттвы. Либо можете начать с практики чистого видения и придете к единству, не с двойственностью. Они взаимосвязаны. Например, если нет чистого видения, вы хотите его породить, и оно не порождается, тогда вам надо зайти с другого хода. Вам надо подумать о единстве. Ну, примерно так, ведь это же все брахман, это же мы все одно, и эти различия, в которых я чуть не запутался, это они не важны, а важно это единство. и все больше размышлять о единстве, естественным образом вы почувствуете чистоту, которая излучается из ощущения единства. Если вы разные, то сложно, а если вы едины, то несложно зарождать и чистое видение. Либо наоборот, вы потеряли единство, и вам надо зайти с чистоты. Вы попали в двойственность, в различия, запутались, но думаете, даже если это двойственно, даже если это проявляется в различиях, его природа чиста, и начинаете размышлять над чистотой. И внезапно через эту чистоту начинает сквозить свет единства. А, это же все не разное, это все одно, и вы придете к переживанию одного. Вот такими многообразными способами садху должен уметь поднимать свое сознание, держать в состоянии высших таттв. Все многообразные методы, они нужны только для того, чтобы поднять сознание до уровня высших таттв и никогда его оттуда не убирать, не опускать. Но поскольку ум очень неустойчив и постоянно сбивается, даже если он однажды поднялся, нужны многообразные способы его туда возвращать. Таким образом, шива шахти это единство или чистое единство, а 31 категория от майи до панча махабхутов это различия пхеда. Очевидно также, что процесс сотворения движется от тонкому к грубому. Сознание можно назвать тонким сукшма, а материю грубой стхула. Сотворение движется от сознания к материи. Даже в эволюции материальных категорий прокрития движение совершается от тонкой материи к грубой материи. Итак, сотворение происходит от единства к различию, от субъекта к объекту, от ахам к идам, от сознанию к материю, от внутреннего к внешнему, от тонкого к грубому, от высшего к низшему. Растворение естественно происходит в обратном порядке. Освобождение это процесс противоположный творению. И вот когда мы говорим о пятичленной формуле или как пять элементов растворяются в кундалини йоге, это наоборот мы уходим от двойственности и от нечистых татв к недвойственности и единству чистым татвам. Самый худший вариант это впасть в сильное различие и в нечистоту. А самый лучший вариант это погрузиться в чистоту и единство. Поэтому святые видят мир в чистоте и в единстве. Поэтому они всегда счастливы и свободны. А непробужденные ограниченные существа видят мир сильно разделенным и нечистым. Собственно и весь духовный путь из одного состояния перевести себя в другое, зафиксироваться там и всю жизнь оставаться. грубая растворяется в абсолютном шива-шахте, откуда все когда-то изначально произошло. Так происходит процесс сотворения и растворения, которые являются частью вечной игривой активности лилы. Да, это часть вечной игривой активности Шивы, его лилы, криды. Есть часть, которая ответственна за творение и божество, которое проявляет это творение, это Господь Брахма. А Шива это тот, кто помогает осуществить растворение с помощью милости божественной ануграхи. Растворение в просветленном состоянии это освобождение. Сила творения нас сюда погрузила, то есть вытащила нас из единства в различие, от субъекта к объектам привязала, от сознания к материи, от внутреннего вызвала нас к внешнему бытию, от тонкого привела нас в грубый мир и от чистого к нечистому видению, от высшего состояния к низшему. Это все процесс творения. В процессе творения мы забыли свою божественную природу, окутались кончуками, стали смертными, считать себя смертными. Это процесс освобождения, это процесс растворения всего этого, наоборот. От различия к единству, от объектов к субъектности, включающие себя и субъекты, объекты, их трансцендирующие, от материи к сознанию, от внешнего к внутреннему, от грубого к тонкому и от низшего к высшему, от нечистого к чистому. И вот, чтобы войти в тонкий мир, надо свернуть чувство внутрь, выполнить протихару, уловить тонкое тело, установить связь с тонким телом, с тонким миром. Тогда можно видеть духов, можно видеть ситхов, можно видеть тонкий мир, можно видеть прошлое, будущее жизни, удаленные события, читать мысли. Это свойство тонкого мира, просто потому, что вы вошли вовнутрь, и это стало вам доступно. Просто вы поняли принцип. И наоборот, чтобы духом войти в контакт с людьми, им надо выйти из собственного погруженности, из внутреннего состояния, все существа в тонком мире, они немного погружены во внутреннее, они живут внутренней жизнью, у них субъективное осознавание жизни, мировосприятие. Им наоборот, это как во сне. Им надо наоборот выйти из внутреннего состояния наружу. Тогда они смогут контактировать с людьми. Выйти из субъективного немного в объективные отношения, в двойственности. Природа Шивы подразумевает, что эта игровая активность не вызвана никаким мотивом, ибо наличие мотива предполагало бы какую-то нужду или недостаток в Шиве, а является естественным излиянием или эманацией блаженства Ананды Шивы. Но это не означает, что Шива не может контролировать этот процесс, и что процесс будет продолжаться, даже если Шива не захочет этого. Шива может прекратить весь процесс и воздержаться от сотворения мира, если он так желает. Сотворение есть целиком и полностью выражение свободы сватантрии Шивы. Таким образом, Шива может быть и створением, и бестворением. Я склоняюсь перед Шивой, который вызывает существование мира и который также отвергает, растворяет его, кто принимает форму мира и кто также остаётся без мира. Вопрос? Он, гуру. А вот у падеши Брахновичара указываются виды огня при трансформации, при объединении созерцания. Вот. Ну, есть виды огня все, да, вот, Чита огня, Ананда огня и Даджатахара огня. И вот они перечисляются как Атриагния, Шива, Атридата, Шивадата, Вишнадата и так далее. Но там не упоминается вот самый грубый потенциал Джатахара огни и во что он преобразуется. Как будто он, ну, как-то он просто не упомянут там. Он преобразуется в нару, в человека, в грубое тело. Вот оно, результат его преображения. Вот это тело, которое тоже является формой Шива. Можно ли вот сказать, что в йоге иллюзорного тела ты проходишь все стадии от Шива, Шакти, Садашива, то есть намерение что-то сотворить, Ишвара, когда утворишь реальность. И уже Садвиде, когда есть, ну, например, первый и второй круг божеств, которые самостоятельно еще и благословения тебе дают. То есть фактически ты отдельно, а не отдельно и есть еще какие-то отношения между вами. То есть это на уровне пяти первых таттв или это что-то другое? Есть ли это истинное иллюзорное тело там на пятой стадии, то да. Потому что есть чистое, нечистое иллюзорное тело. И вот нечистое иллюзорное тело, оно относится к сфере двойственности, оно имеет ограничения. А чистое иллюзорное тело и полностью, совершенно иллюзорное тело, да, оно уже действует в сфере высших таттв. И вот еще такой момент, например, возникло намерение что-то сделать. И ты прозревая, что, ну, что-то, тебе это не нужно, отменяешь. То есть фактически стадия ишвары не проявляется уже в садвидю. То есть это получается на уровне намерения все заканчивается, даже до четвертой, пятой таттвы не доходит, или само прозрение является моментальным актом проявления и растворения? Наши действия, они все пока происходят в сфере низших таттв, нечистых таттв. А чистые таттвы, они находятся очень глубоко в глубинах подсознания, они не проявлены явно, скорее, как очень тонкие такие тенденции. А наши буквальные, вот такие прямые действия, они, это сфера действия нечистых таттв. Но за ними есть отблеск чистых таттв, но они очень тонкие. Гуру, а в чем принципиальное различие Брахмавичары и совместного поглощения сахабоджана? Принципиальное различие. В Брахмавичаре вы ищете Брахмана, вы ищете чистые таттвы, а сахабоджана больше относится к процессу крама мудры, байрави мудры, объединения внутреннего и внешнего. Но в принципе у практик есть всегда общие моменты, потому что они ведут к одному и тому же реализованному сахаджа самадхи и сварупа самадхи. Брахмавичара означает, вы исследуете Брахмана, медитируя на его качество, затем прозревая его суть в глубине сознания. Сахабоджана, вы выводите чувства наружу и объединяете все. ОМ Данный канал Просветленного Мастера с вами Вишнадавананды Гири существует на пожертвование слушателей и учеников. Поддержать выход новых видео вы можете по реквизитам в описании. Благодаря этому вы обретаете благие заслуги и помогаете менять этот мир к лучшему. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok